Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба». В телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский. В нашем сегодняшнем выпуске мы не будем травить вам душу преступными деяниями. Как и положено в день 8 марта, наш выпуск мы посвятим женщинам в форме. В центре оперативного управления редкий день проходит спокойно. Ежедневно сюда поступают сотни различных сообщений, с которыми приходится разбираться операторам 102. В основном это представительницы слабого пола. Психологи уверены, что женский голос вызывает доверие и успокаивает в кризисных ситуациях. Все происходящее на улицах также находится под контролем видеокамер и внимательных женских глаз. Операторы, аттестованные сотрудники и несут свою службу наравне с мужчинами, заступая в наряды и поднимаясь по тревоге. Я работаю в центре оперативного управления 10 лет, со дня основания. Работа очень интересная. Начинала с оператора 102. Принимали звонки. 500-600 звонков в день поступает от разных заявителей. Были случаи, когда звонили на 102 и просили помощь. Например, девушка позвонила в середине ночи и попросила помощь, что она якобы идет по середине улицы и сама боится идти. И попросила быть на линии с ней, пока она не дойдет до дома. Если сотрудники ЦОУ заступают в суточные наряды, то работникам штаба приходится приходить на службу ранним утром, а уходить поздним вечером. При этом женской половине удается выглядеть всегда на высоте. Следует отметить, что это одно из звездных подразделений в прямом смысле этого слова. На хрупких женских плечах красуются майорские и подполковничьи погоны. Коллектив состоит из юристов. Именно они занимаются планированием и отслеживают документы оборот. Есть у них и другие функции. А этим женщинам на посиделке собираться приходится довольно часто. Но вот только говорят они не о модных направлениях в одежде, а в середине стола лежит не книга кулинарных рецептов, а уголовный кодекс. В следственном управлении все по-взрослому. За плечами этих милых дам десятки раскрытых громких уголовных дел и по многолетней выслуге в следствии. Профессию следователя надо выбирать сердцем. Человек должен любить эту профессию. Это должна быть мечта, и когда она сбывается, человек полностью себя отдает этой профессии. Да, я выбрала эту профессию с детства. Конечно, я не знала тонкости этой работы. Мне нравилось, что человек в форме, представляет представительный такой. Ну, в общем, много очень интересных моментов. В выборе этой профессии мне, конечно, помогли родители, поддержали. Более 25 лет я работаю именно следователем. О работе следователя можно рассказывать бесконечно. Есть моменты, где мы можем смеяться, где бывают и огорчения, где бывает даже и плачем. Но это не означает, что мы слабый пол и выбрали такую профессию. В различных подразделениях и на разных должностях в полиции области служат несколько тысяч женщин. Есть среди них и те, кто, как говорится, работает в поле. Это оперативницы и криминалисты. Анель Сейтмурат работает экспертом-криминалистом в полиции уже несколько лет. Сейчас девушка служит в Исковидинском районе. В руках у нее улики с места происшествия, которые предстоит тщательно изучить. Стать полицейским Анель решила еще в девятом классе, для чего стала изучать профильные дисциплины. Я с детства мечтала носить форму, и в школе я решила стать полицейским. Записалась в спортивные секции, стала заниматься рукопашным боем. В Караганде поступила в Академию полиции. Именно спорт помог мне в жизни. Помню свои первые выезды на место происшествия, как преодолевала страх, работая с трупом. Работа моя очень интересная, и она мне нравится. Особых сложностей в службе, благодаря спорту, не испытываю. Практически каждый день Анель в свободное время отправляется в спортзал, где профессионально молотит грушу. Мастер спорта по рукопашному бою. Кандидат мастера спорта по боксу. В эти звания вылились девичьи увлечения. В ее активе более 20 призовых медалей, в их числе бронзовая с чемпионата мира по рукопашному бою. Конечно, как не соблюдают здоровый образ жизни, а люди не из железа. Да и полноценных робокопов пока еще не изобрели. Поэтому стражам порядка приходится обращаться к медикам. Для этого имеется ведомственная поликлиника. Здесь пациентов принимают высококлассные врачи. Ведь болеть долго правоохранители не привыкли. Имея все необходимое, специалисты ставят на ноги своих пациентов в течение нескольких дней. Наше учреждение работает более 30 лет. Прикрепленный к нам контингент входит более 20 человек. Это как сотрудники правоохранительных органов. Сюда входят сотрудники полиции, сотрудники противопожарной службы, нацгвардия, сотрудники антикоррупционной полиции, прокуратура. То есть все сотрудники правоохранительной службы. Кроме того, члены их семей, пенсионеры МВД. И здесь, в нашем учреждении, оказывается полный спектр услуг по обслуживанию нашего контингента. Есть все специалисты. Это высокопрофессиональные врачи, все свыше категории образования. Высококлассные медсестры, которые уже знают практически несколько десятков лет своих пациентов. И с пациентами с большим доверием относятся, я считаю, к нам. И мы их очень всех любим. Безнадежного тыла жить сложно как мужчинам, так и женщинам. А потому в правоохранительной службе без поддержки семьи никак. Тем более, когда полицейские жена и мама. После службы майора полиции Шинара Билхамитову дома ждут две младшие дочери и муж. Тоже, кстати, полицейский. Пока супруга переодевается, дети вместе с папой сервируют дастархан. В любой работе, в любой службе, по-моему, женщина всегда должна оставаться женщиной. В первую очередь матерью. У меня самой четверо детей. Семью я создала уже. Мы с мужем создали. Живем руководку около 18 лет. В органы пришла в 96-м году, в марте месяце. Почти 24 года в этой службе. Работала инспектором по делам несовершеннолетних в многие годы. И в данное время работаю инспектором Центра оперативного управления. В первую очередь поддержка семьи, взаимопонимание. У нас бывает, что ранним утром поднимают по тревоге. Ну, могут рано утро. В любое время, суток и дня. В такие моменты поддержка мужа, конечно же, очень важна. Так как мы оба полицейские, мы вместе собираемся и идем. Ну, у меня суточная работа. Естественно, дома больше времени с детьми в это время находится у меня супруг. Переживает. Вовремя приходит на обед, на ужин. Он кормит, провожает и встречается в школы. Собирает в садик маленькую дочку. В прошлом году большая семья Билхамитовых принимала участие в конкурсе названия лучшей семьи. За что и получили грамоту от имени Акима Алматинской области. Вот такие вот женщины трудятся в полиции Алматинской области. Им все по плечу. Они успевают охранять и общественный порядок, и хранить семейный очаг. Полиции служить не так-то просто. Здесь труд, ответственность, контроль и никогда не получить по лестнице служебное роста без напряженного, рутинного труда. Но женщин трудности нисколько не пугают. И в этом их особенная стать. Они стараются и цели достигают, и даже в чем-то мужикам их не догнать. Ежеминутно, без малейших перерывов, они обслуживают вызовы 102 и посылают полицейские машины туда, в чей дом нагрянула беда. В УГРО, до знаний и следственной работе всегда настойчивы, прилежны и чисты. Их график, каждодневный, весь в заботах. С людьми они приветливо, просты. В фронт-офисах, медслужбе и УАП вас встретят женщины-специалисты. Им покорился полицейский штаб. Немало их среди криминалистов. И часто, пропадая на работе, вам не хватает времени на детей. Но все равно, вы окружаетесь заботой того, кто всех на свете вам милей. Вы украшение департаментов. Поверьте, мужчины с вас не сводят своих глаз. Не верите? Пожалуйста, проверьте. Как оглянетесь, убедитесь каждый раз. Весной природа распускает почки. Пусть ваши лица станут ясны и чисты. Бабули, тети, мамы, дочки. Всех поздравляем с праздником весны. В любой работе, чтоб достичь успеха, нет никаких преград для милых дам. Ведь женский пол карьере не помеха. С восьмым вас марта! Счастья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Милые женщины, мы поздравляем вас с праздником весны, 8 марта. Наш мужской коллектив желает вам успехов в работе и крепкой семьи. Будьте бдительны и помните, что ваша безопасность в ваших собственных руках. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем про внушение, либо преступление незамедлительно, сообщайте об этом по телефону 102. До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСУ. До свидания.